Вся жизнь Зои Александровны, застывшая на этих чёрных снимках, вмещается в одну картонную коробку. Несмотря на свой почтенный возраст, а бабушка в феврале отметила юбилей 95 лет, она помнит каждого, кто смотрит с этих глянцевых фотографий. Феноменальная память хранит не только длинные стихотворения, но и события, которые хотелось бы забыть, только вряд ли уже получится. Речь о войне. Она украла детство и заставила повзрослеть за несколько дней. Я была штурвальной. В мои годы 13-14 лет мальчишка был комбайнёром. Я у него была штурвальная. Подготовка была несколько, время прям совсем мало. В тылу не рвались снаряды, не горели деревни, но хватило других тягот. Самый ощутимый из них – голод. Но несмотря на это, дети военного поколения трудились наравне со взрослыми и никогда не жаловались на усталость, вспоминает Зоя Александровна. Школьникам приходилось разгружать мешки с зерном весом до 80 килограммов. Вагоны приходили и днём, и ночью. Чтобы не тратить время на дорогу, дети спали на станции. Зерно возили на бычках, лошадях и даже верблюдах. А чтобы животные не ели зерно на ходу, маленькие сторожа всю ночь охраняли урожай. Она впереди, девочка была, бегает пять под вод. Не спите, чтобы этим не безобразничали животные. Не спите, ребят, не спите. Мы сейчас сдадим, и вы будете спать. Как рассказала нам Зоя Александровна, больше всего дети в тылу боялись почтальона. Помимо писем с фронта, он приносил похоронки. И если в деревне раздавался пронзительный женский крик, значит, ещё один дом обдавел. После войны Зоя Александровна с отличием закончила аграрный техникум в Саратове. Вышла замуж и вырастила четверых детей. А шесть лет назад она переехала из Саратовской области к дочери в Беларусь. Сейчас у неё 13 правнуков, и ей есть что сказать молодому поколению. Из пепла восстанавливали города, сёла, посёлки. Особенно вот в этой Белоруссии меня поражает такая чистота, такое отношение людей к друг другу. Вот это всё. Да будьте стойкими на своём посту. Каждый молодой человек. Мама приехала сюда с таким багажом вот этих вот всех, всей памяти. Вот. Она с внуком здесь разговаривает. Внучки у нас 12 и 6 лет. Она им тоже говорит. Они говорят, бабушка, ты прошла, ты столько выстрадала. Несмотря на свой почтенный возраст, Зоя Александровна не сидит дома. В прошлом году она побывала в Хатыни, а после плакала у пустой колыбели матери мемориала в Борках. Мы, опалённые войной и посидевшие до срока, желаем, чтобы шар земной не забывал войны уроков. Юлия Мычко, Василий Лосенков, Могилёвская область, СТВ.